Утро шавуатов, как говорится, в Израиле. Хорошая неделя. Чтобы была у всех у нас хорошая неделя, с хорошими новостями. Еще желаю хороших новостей. Еще есть классное пожелание такое, чтобы мы встречались только на радостных событиях. Рак бы смоход, говорят, только-только в радостных событиях. Ну что, значит, а мы, так как мы уже на 58-м роте цикла «Пути праведников», то есть мы уже с вами почти праведники. Я смотрю, что уже прямо у всех нимбы, на аватарах нимбы. Максим Перенчук вообще уже сколько лет ходит на роте, уже должен стать полным праведником. Значит, вот и у меня сейчас сомнения большие. Большие у меня возникли сомнения, могу ли я так говорить. Потому что мы же изучаем сейчас ворота Лестия. И как раз написано, что Лестия – это очень плохая вещь. И, может быть, я сейчас польстил кому-то, да? Дошли уже до седьмого вида Лестия, что седьмой вид Лестия – это не укорять злодеев. Это тоже как вид Лестия. И тут, если ты его укоряешь, то получается, ты как будто бы не лстишь. Но написано, что если он тебя не услышит, то это еще хуже. У меня прямо вообще, я загоняться начал. То есть я все время думаю, сказать, не сказать, сказать, не сказать. Раньше у меня было все просто не говорить, да? То есть не говорить, потому что если ты людям не делаешь никаких таких увещеваний, так все нормально. Все думают, что все хорошо. Его не критикуют, то он довольный, так просто, все отлично. Но написано, что если по факту-то он грешит или делает что-то плохое, а ты его не увещеваешь, то ты за него понесешь грех – тоже проблема. Особенно эта проблема возникает в отношениях с ближними, с близкими, с мужьями, женами, детьми, родственниками. Ну, давайте дальше будем разбираться сейчас, потому что тут очень неоднозначно все. К восьмому виду лести относятся случаи, подобные тому, когда некто слышит злословящих и сквернословящих или находится среди насмешников и пренебрегающих законом и заповедями, и молчит, зная, что они жестоковыны, уперты они люди такие, и не слушают назиданий. Этот тоже будет наказан, потому что должен был им возразить, чтобы они не говорили, что он такой же, как они, что он соглашается с их речами, поскольку молчит, так как он обязан был прикрепнуть на них во славу закона и заповеди, должен был возмутиться, защищая честь праведника, которого они оговорили. Это одна из причин, по которым человек обязан оставить общество нечестивых, так как, слушая их злые речи и не отвечая ему, он подвергает себя наказанию. Как сказал царь Шламон, не завидуй злым людям и не желай быть с ними, так как о насилии помышляет сердце их и о преступном уста их. Это значит, ты будешь наказан, потому что будешь постоянно слушать их злые речи и смолчишь. Давать цдаку можно в пост 17-го тому завод, я сразу по ходу отвечаю на вопрос, потому что смысл поста в раскаянии, а цдака, она дает тот же самый эффект, и вы удваиваете себе эффект поста, то есть вы даете цдаку. И, значит, вот вчера только у меня, значит, в шаббат один из, ну, один из ребят, которые ходят в синагогу, мы по шаббатам учимся здесь, тоже изучаем перте, вот, и он рассказал, что вот он как-то на уроке услышал, что если давать цдаку и просить, вот в этот момент молиться все время Всевышнему, давать по нескольку раз в день монетки, значит, суммы какие-то, вот именно давать много раз, и каждый раз молиться Всевышнему, просить заслуга этого. Он говорит, я вас услышал тогда на уроке, и, говорит, начал так делать, говорит, до этого я не мог жениться вообще, у меня прям как закрыто было, и сразу же после этого, как начал так делать, молиться, оп, женился. Цдака очень мощное, мощное средство для того, чтобы выполнить, это такая заповедь, огромная заповедь Всевышнего, которая меняет тебя, которая создает поток вот этот вот добрых дел, и в этот момент лучше всего просить у Всевышнего то, что нужно тебе. Ты даешь другим то, что нужно им, и Всевышний дает тебе то, что нужно тебе. Хорошо, теперь, значит, насчет лести, опять же. Вот, например, какой-нибудь раввин пришел на какую-нибудь передачу, а там ругают других раввинов. Если он слушает и не кричит на них, проблема у него будет наказана. То есть, тут очень-очень важно, я помню, когда-то я очень скандалил прямо, я помню, я приехал в Израиль, и тоже вот удивительно, мы приехали с женой в Израиль, когда это было в 2000 году. Я тогда был просто экстремист религиозный, я как бы, хазарти-батшвай это называется, такой стал прямо религиозный, и я везде пропагандировал. Еще у меня остались качества, предыдущие мои качества, я до того, как стал религиозным, был очень такой, ну, спортсмен такой, в 90-е годы, спорт-интернат закончил, то есть, я был очень агрессивный такой парень. И я, значит, вообще, как я только видел, что кто-то против религии выступает, устраивал там вообще такие скандалы, жена прямо, я помню, мы сели в одном месте, где надо было там какие-то документы оформлять, и там кто-то про религиозных что-то плохого сказал, я как начал с ними ругаться два мужика, там вышли чуть не до драки, ну, то есть, и она прямо все, я уеду, я не хочу, ты так себя ведешь некрасиво, так она меня, ну, очень мы с ней тогда помню. Но что потом происходит? Потом мы заходим, заходим, значит, вот в этот, туда, где документы проверяют, чтобы на гражданство. У меня повторное свидетельство о рождении, и в этих случаях, когда есть повторное свидетельство о рождении, они не принимают это повторно, нужно заказывать какие-то документы, доказательства, там целая история. И, значит, эта женщина, которая сидит, говорит, ой, да там, а что ты приехал? Я говорю, я приехал, говорю, Машеха встречать. Я конкретно приехал встречать Машеха. Она говорит, о, говорит, зовет там каких-то своих знакомых, и говорит, он приехал Машеха встречать, а ты знаешь, там, и начинает со мной, я с ней прямо спорить, давай тоже Машеха встречать. В общем, она говорит, вообще по таким документам, мы не принимаем, но говорит, тебе я верю, и, значит, джиж, печать, и, значит, нас пропускают, это очень была для нас важная такая штука. И потом было много чудес, которые, как бы, может оно и нелогично так себя вести, да, как здесь написано, вообще нелогично, но если человек верит, что по-настоящему верит, и он это делает, прикрикнул на тех, которые нечестивые, да, которые там что-то против Бога говорят, или против Торы, то это нелогично, но Всевышний тоже нелогичный, и каждому из нас Всевышний дает ответ, именно он дает ответ, что Бог, как написано, говорил царь Дурит, он как тень от твоей правой руки, цельха алият именеха, то есть он как тень от твоей веришь, по-настоящему, тем больше он для тебя делает чудеса, поэтому тут все очень, очень здесь, ну, равновесно. Хорошо, но опять же еще раз, современное, вот если говорить про Любавичского Рэба, я очень его уважаю, и прямо вообще, он говорит, ни в коем случае никаких конфликтов, ни с кем не надо конфликтовать, не надо никого увещевать, то есть делай добро, и люди к тебе потянутся, да, это неоднозначно, вот здесь, это то, что здесь написано, книга написана тысячу лет назад, к девятому виду листецов относятся уважающие злодеев ради мира, то есть по этой книге прямо нужно быть экстремистом, и хотя он не скажет доброго преступники, и не почтит вот этим образом, покажется, как будто бы он уважает преступника, но если он накажет ему честь, подобно тому, как люди оказывают честь богачам из вежливости, или надеясь получить пользу, но не ввиду важности их значения, в общем, в этом тоже содержится вина и преступление, потому что богачам честь оказывать можно, но не преступникам, то есть если это богатый преступник, то нельзя, а если просто богатый, то можно, да, преступникам позволено оказывать честь из опасения, что теме власть навредят и нанесут ущерб, но если ты такой преступник, который если ты ему там не окажешь уважения, он может нанести ущерб, то можно, но запрещено хвалить его, и на людях не говорить о нем хорошо, теперь в Талмуде трактат Сутара разбирается этот вопрос, и в итоге написано, разрешено льстить злодеям в этом мире, но почему им разрешено льстить, потому что спасение жизни, если он такой раньше был злодей, не как сегодня злодей, сегодня злодей это просто человек с недобрым лицом, смотришь на него, ну ты злодей, а раньше злодей это был он с мечом, с слове разбойник, все, всех порезал, и все, вот, и до сих пор пишет Елена, что увещевать некоторых опасно, действительно, я вам рассказывал, в случае, как один курил, второе ему сделал замечание, а тот его убил, то есть сейчас тоже увещевать опасно, я всегда в этом случае так думаю, что так как злодеев много, и они как бы кружатся друг вокруг друга, какой-нибудь хулиган, я вот много раз это наблюдал, то есть хочется прям подойти сейчас, и с этим хулиганом, как-то с ним, значит, вступить в конфликт, а потом думаешь, подожду пять минут, ждешь пять минут, и встает такой же хулиган, как он, только там тренированные, да, или там группа хулиганов тренированных, и они того хулигана, который наглый, но не тренированный, обязательно они его как-то возвращают, то есть все в этом мире очень справедливо, и Всевышний всегда за зло наказывает, только он тобой будет наказывать, или тем-то другим, это уже надо, ну, это не обязательно, ты должен быть, но злом всегда будет наказано, теперь, в общем, он пишет, что, вот, насчет преступников, это вопрос, почему, потому что, мы каждый год читаем, Меделат Эстер, Свиток Эстер, и рассказывается там история, когда был злодей Аман, которому не поклонился Мордыхай, и этот Аман, ему все кланялись, а Мордыхай ему не кланялся, потому что он был Аман, этот злодей, да, поклонник, и у него был идол, там, в общем, Мордыхай не кланялся, ему все говорят, слушай, он псих, этот Аман, поклонись ему, Мордыхай говорить не буду, и тогда Аман задумал всех уничтожить, весь эврецкий народ, опять же, Талмуд спрашивает, а почему он решил, весь эврецкий народ уничтожить, как, где Всевышний, Талмуд говорит, была причина, Когда 70 лет назад Когда еврейский народ Навуходный цар вел из Израиля Переселял в Вавилон И он всех проводил Мимо идола своего У него был как Сталин, как Ленин Статуи везде он ставил свои И всех заставляли поклониться Он себя обожествлял Как будто бы он это Бог Навуходный цар так делал И Талмуд говорит И они все поклонились Когда мимо проходили Один из мудрецов Талмуда говорит Ну слушай, так если они и дам поклонились За это положено полностью Смертная казнь За это как бы Бог должен был их уничтожить А тут получается Что он же их не уничтожил Просто Аман хотел уничтожить Но через год наоборот повесили Амана И все это повернулось наоборот Почему же тогда Бог их не уничтожил Талмуд говорит Потому что они поклонились не по-настоящему Они внешне поклонились Но в сердце они смеялись И понимали, что какой-то Бог вообще То есть они из страха поклонились Но не по-настоящему И точно так же мера за меру Он их год пугал, что их уничтожат Но в итоге не уничтожил То есть мы видим здесь Насколько Бог четко Он читает сердца И он четко-четко понимает С каждым из нас происходят Точно те события Которые когда-то мы Каким-то образом на себя Спровоцировали в своем сердце И тут мы из этой истории видим Однозначно Что до нюансов И как раз эта история Она очень четко понимает Льстить преступникам ради мира Можно, нельзя Насколько ты им льстишь Они спасали свою жизнь На выходный царь сказал Что я значит уничтожил Там были трое пророков Михаэль Хананев и Азари По-моему их звали Они не поклонились Тогда что сделал на выходный царь На выходный царь Их бросил в По-моему в печку Он бросил Да, в печь И Бог их спас То есть мы видим Что они Не поклонились И Всевышний их спас То есть даже Когда была опасность Для жизни Они не поклонились Теперь Мордыхай Не поклонился Бог его спас И потом сделал Амана повесили Мордыхай сделали Пример-министром И Как бы ты ни поступил Все равно будет отдача Если ты не льстишь злодеем Будет хорошая отдача Льстишь злодеем Будет хуже отдача Но отдача всегда есть Теперь Но здесь интересно Дальше он продолжает Но Кому можно льстить? Знаете Кому можно льстить? Пусть льстит человек Своей жене Ради мира в доме Вот жене можно льстить Видите? Даже нужно То есть льст запрещена Но жене можно Даже не можно Нужно Пусть польстит человек Своей жене Ради мира в доме В общем нужно льстить Жене Ради мира в доме Все Взаимодавцу Чтобы не прижимал его Например Если ты кому-то Должен деньги И Он начинает Тебя прижимать То ему тоже Можно польстить Сказать Ну вы же такой Добрый человек Учителю Чтобы научил закон Можно прийти к учителю Сказать ему Вы такой учитель И великое же дело Польстить своим ученикам И товарищам Чтобы они учились И слушали наставления И принимали назидание И исполнять заповеди О Значит А также Любому человеку Можно льстить Если кажется Что можно привлечь его К себе И уговорить И исполнять заповеди А если К такому человеку Приступит сергита То он не послушается А если польстить То примет назидание Тогда Великое дело Льстить ему Чтобы добыть Драгоценное Из Невчемного Потому что Бывает Что человек Не желает слушать Когда его Поучают с криком Но слушает Когда поучает Спокойно Как говорил Царь Соломон Мудрейший из людей Значит Спокойные речи Мудрых Слышнее О грека Властелина Глупцова Это Куэллет 9 глава 17 отрывок Тарас Спасибо Отчти меня красиво Спасибо большое Тарас Ты тоже молодец Видишь Тут как раз Я должен Тоже всем говорить Что можно Значит Говорить Лесть Чтобы люди Учили Слова Торы Льстить В принципе Нельзя Во всех случаях Кроме Когда Да вот Латуха Дмитрова Он прям Мишли цитирует Четко всегда То есть Лесть Она как взятка В руках Владеющего Куда Повернет Всюду Выгода То есть Куда Человека Лесть Поворачивая Там Там ему Кажется Что выгода Поэтому Лестью Пользуются Вот эти Все обманщики Тоже пользуются Лестью Вот тут Дальше Как раз Про это Написано Смотрите Давайте еще раз В принципе Лесть Плохая вещь Иногда Можно И пользоваться Для пользы Дальше Он пишет Но иногда Нужно Наоборот Покричать Как сказано Крик влияет На разумного В Мишлей А бывает Что нужны Плети Как сказано Там же В Мишлей И удары На спины Глупцов А бывает Что даже Битье Не приносит Пользу Как сказано Чем сто раз Бить глупца Так что с ним Делать Нет ему Исправления Прогони его То есть Получается Такая вещь Вот смотрите Мы учили В притчах Царя Соломона Сказал Царь Соломон Так На всех Своих путях Познавай Бога И он Выпрямит Твои дорожки То есть Самое главное Это твое намерение И вот Ты сидишь И говоришь Все У меня намерение Чистое Значит Я хочу Чтобы Всевышний Чтобы Например Вся моя лесть Или Все мое Там Наоборот Не лесть А увещевание Критика И так далее Это все Чтобы было Во имя Всевышнего Чтобы я хочу Моя цель только хорошая Тогда можно И так И так Всевышний И так Может дать успех И так Может дать успех То есть Тут главное Твое намерение Теперь Ну почему Советуют Советуют Все таки Сейчас В наше время Мудрецы Советуют Идти через позитив Потому что Современный человек Он Очень избалованный Он уже Не боится Знаете как Современные люди Они Страх В основном Потеряли Давайте подумаем Правильно ли это Ну да Раньше Раньше люди Были более Зависимые От всего От погоды От голода От болезни То есть От друг от друга Раньше люди Были в состоянии Больше Выживания Постоянного выживания И человек Находится Который находится В состоянии Выживания Страха То его можно Как-то Ну Испугать Да Он привык Он все время Действует На Он все время Боится Да И его Вот этот вот Испуг Он его все время Как бы Куда-то двигает Но сейчас Люди Потеряли Страх То есть Человек думает О чем мне бояться Какого мне Бога бояться Да В среднем продолжительной жизни 70-80 лет Есть в больнице Есть это А голодать Голодать не буду Все как бы То есть Теперь Как бы Повернуть их к Богу Через страх Стало сложнее Только через любовь Хотя Опять же Я сейчас вспоминаю Случай Да И сегодня Людей запудивают Люди очень Очень находятся В таком состоянии Там сейчас Очень много людей И запудивают Их конкретно Через СМИ То есть Много людей Прям в состоянии Постоянной паники И вот Такие люди Которые В состоянии паники Они более управляемы Им легче управлять Человек Который Расслабленный Он говорит О чем мне бояться Я так могу И так могу И так могу У меня миллион вариантов Да А человек Который В страхе Он не видит Миллион вариантов Дальше двигаемся Да Существует весьма Дурной вид лести Когда человек Льстит ближнему Говоря сладкие речи И ближний Полагается на него И верит ему И когда ближний И когда ближний И положится на него И поверит ему Льстец Обманывает ближнего Это запрещено То есть Все идет Вы видите От намерения Все идет От намерения И если У человека Намерение Плохое То все Что ведет К этому Плохому намерению Оно становится Автоматически Плохим Если у человека Намерение Хорошее Да То есть У него намерение Например Заработать деньги Вот он хочет Заработать деньги Часть денег Заработать деньги Честно Правильно То есть Все То тогда И он для этого Он говорит комплименты И так далее Например Продавец Говорит Покупателю Комплимент Если он ему Говорит комплимент Покупатель Думает Какой хороший Продавец Молодец И весь вопрос В том Что продавец Ему продает Если он ему Продает ту вещь Которая действительно Принесет пользу Покупателю Так Тогда Получается Его комплименты Его лезть Она наоборот Становится К пользе Потому что Человек потом Будет всю жизнь Радоваться Спасибо Что меня уговорил Купить Если же он ему Хочет продать Какую-то штуку Которая тот Потом раскается В этом То тогда Это лезть Она часть обмана И она прикрепляется Все прикрепляется К намерению Очень дальше Он тут приводит Что Тот Кто льстит преступнику Написано в Талмоде Попадает к нему в руки А если не попадет К нему в руки Попадет в руки Его сына Если не попадет В руки сына Попадется в руки Его внука Поэтому удалится Человек от лезть И не будет льстить Другому Поддерживать его В злодействии Значит Нельзя льстить Своим родственникам И детям Нежелающим Идти по доброму пути Опять же Еще раз Это неоднозначно То есть Эта книга Тысячи лет назад Когда было принято Бить детей Бить жен Бить друг друга Но не раньше Чуть что Сразу значит Нажи выкладывали На дуэли вызывали Вот смотрите В каком мы другое время живем Сейчас мы живем Во время Когда в принципе Запрещено Другого человека Там ударить его Или застрелить Но еще там Лет 150 назад Пуштин Знаете сколько У Пушкина было В жизни дуэли Там штук 30-40 Ну что значит Ты не так На меня посмотрел Пошли стреляться Значит Там были Отмененные дуэли Но в итоге Пушкина убили На дуэли И Лермонтова тоже Ну что это вообще За жизнь была Представляете То есть люди Вроде нормальные люди Мне не понравилось Как ты посмотрел На меня Идем Стреляться Представляете Вообще Вот Например Там Дамир Партнер И Сергей Прохоренко И вот значит Сергей говорит Сейчас она пишет Шалом всем мира И всех благ Отлично Дамир пишет Каждому желаю получить Дополнительные миллионы И выплатить ЗДКу Шикарно А раньше Например Они могли Вот так вот Сидят вместе На Перу Все вроде как Ну Пушкин все-таки Твоя А Дантес Тоже какой-то там Непростой был человек Да Ну что Пойдем стреляться Пойдем Значит Джжж И люди вокруг Нет чтобы остановиться Сказать Ребята Помиритесь Там Ну что вы Вообще Зачем вам стреляться Посередине бала Бал все Тебе потанцевать Пришли Туда сюда Нет значит Застрелили друг друга И все И потом Пушкин Вообще Молодец Великий писатель Давайте с него Брать пример Очень странный пример В итоге он пишет так Что Нужно удалиться От лести И самому не льстить И быть Очень к лести Чувствительным Потому что Ничто в мире Как лесть Крепко не запирает Врата раскаяния То есть Человек Которому льстят Он думает Что все нормально Он думает Что все великолепно И что тогда Получается И получается Что такой человек Которому льстят И он это лесть Принимает Это запирает У него глава Врата раскаяния То есть Может быть Тут опять же Такая тонкая грань Да Вот например Там один Человек Обратился Да Говорит Вот Человек Очень хороший Он для всех Старается Столько добра делает И он прям Плачет Говорит Смотри Меня в детстве Угнетали в доме И угнетали в доме И я хотел Понравиться Людям Да Родителям Понравиться Всем Я привык Все время Для всех Стараться Сделать много Хорошего Чтобы Что бы Значит Понравиться Говорит Я вот Всю жизнь Я живу Я так смотрю на себя Я все время Живу для других А для себя Вообще нет И что Я говорю Ну смотри Во-первых У тебя Слава Богу Все в жизни Хорошо То есть Он говорит Да У меня все в жизни Хорошо Потому что Это очень важный Закон Такой прям Конкретный закон Что чем больше Ты делаешь людям Добра Тем больше Ты от людей Получаешь добра И получается Что Ну действительно Он этот человек Он хорошо зарабатывает У него прекрасная Семья Дети Но он Это ему стоит Он все время Для всех старается Теперь он А внутри ему Все время плохо Почему ему Все время плохо Потому что Он это делает У него как бы Вот в детстве Его как Закрутили Эту пружину Да Что Ты должен Для других Ты должен понравиться Ну его критиковали Родители Там все Никогда не хвалили И он старался Как бы Знаете Как маленький ребенок Заслужить их поддержку И в итоге Он Привык это делать И всю жизнь Он это делает Он говорит Так что мне теперь делать Да Что мне теперь делать Я говорю Ну что делать Психологу идти Разобраться с этим То есть Человек должен делать добро Да Он должен делать добро Но Он должен От этого Сам получать радость Удовольствие Когда ты делаешь добро Смотрите То что мы изучаем Поэтому Какие у нас врата Врата льсти У нас Это уже Двадцать четвертые Врата То есть Тора Это очень много Векторное Как бы Знание Учение Которое нам Показывает Разные векторы Сейчас мы изучаем Вектор какой Не льсти Потому что Когда ты льстишь Ты попадаешь В ситуации В которых Ты можешь Как сказать Очень себе Повредить Потому что Если ты поддерживаешь Злодея В это время Кто-то увидел Думает Что ты Такой же Этому злодею Дал деньги Потому что Ты как Вау Это такой человек Вот у меня Есть один Знакомый Равин Да Равин Казалось бы То есть Человек Который Обо всех Говорит В сверх Комплиментах Вау Это такой человек Он там Герой нашего Времени Хочу вас познакомить Этот человек Герой нашего Времени А вот этот Вообще Герой вашего Времени То есть Получается Что уже Его вот этот Герой Времени Уже не Воспринимается Уже все Уже как бы Его комплименты Они уже Обесценились И Хотя с одной стороны Он вроде Говорит Хорошие слова Но если бы он Меньше говорил И говорил бы Не всем То его бы слова Больше бы ценились Понятно Да идея То есть Везде важна Мера Вот эта Золотая середина И следующая У нас будет Интересная глава Называться будет Врата злословия Врата злословия Научимся Как правильно Не говорить Злословия Все Всем шабула Тов Хорошей недели Чтобы была хорошая неделя Полное достижение В 11 Через 30 минут Будет для партнеров И спонсоров ВАИКРА Будет отдельный урок Про деньги Те кто помогают ВАИКРА Мы изучаем Учение Любовического Рэбе Которое Он как раз Есть выборка То что он советовал Как больше зарабатывать Как достигнуть Я хочу Я хочу Деньги Чтобы помогать Другим людям То естественно Всевышний вам Быстрее даст И больше Все Всем хорошего дня Удачи Успехов До завтра До завтра